ПРО ЖИЛЬЕ Всем добрый день! Сегодня мы на международной выставке Жилищный Конгресс в Москве. Меня зовут Панин Денис, система бронирования InMarketPro. Сегодня пообщаемся с Борисом Малютиным, задам пару вопросов. Ну, на самом деле, вопросы сейчас у всех, я думаю, одни и те же. Вы очень много общаетесь с риелторским сообществом, и, наверное, один из таких ключевых вопросов с помощью, да, это что сейчас агенту делать, как выстроить правильно процессы, чтобы кризис сыграл именно в пользу агента, чтобы перенуть его к себе? Ну, смотрите, как бы, я знаю три типа агентов. Это первый тип агентов – это частный агент, второй тип агентов – это агент, который работает в крупных сетевых компаниях, и третий тип агента – это агент, который работает в региональных компаниях, не являющихся сетевыми. Москву не берем, Москва тут своеобразная, так же, как и Питер. И у каждого агента есть сейчас своя, как это, своя история. Вот если мы говорим про сетевых агентов, то есть те, которые работают в сетевых компаниях, то там все зависит от руководства. Если они будут вести бизнес правильно, если они будут находить ниши и возможности для зарабатывания денег и прочие-прочие вещи, то, соответственно, агенту не о чем беспокоиться. Только что вот Александр Попов объявил о том, что, ну, дал фактически сигнал такой, что объединяйте агентов, которые, возвращайте, он даже такое слово сказал, возвращайте в лоно больших компаний, предлагайте им технологии, предлагайте им сервисы, потому что слишком много частных агентов. Поэтому вот у сетевых компаний, мне кажется, вопрос в том, будет ли жить бизнес. Все зависит очень сильно от технологий, от лидерства и всего прочего, в том числе от генерации клиентов, от возможности поиска и дополнительных доходов и так далее. То же самое немножко в более локальном виде зависит и в агентствах, которые, ну, там, условно говоря, 10-15 плюс в регионах. Там тоже многое зависит от руководителя, сможет он или нет организовать бизнес таким образом, чтобы в это нелегкое время устоять. Отстаться на плаву и подстроиться под новые реалии потока клиентов, рекламирования. Да, мало того, я являюсь категоричным, как это, антагонистом большинства всего, что есть в Ютубе. Я верю в то, что строительные отрасли, в частности новостройки государство не оставит ни в коем случае. На это есть много причин. И я уверен, что новостройки в большинстве регионов, где строится очень много, Москва, Питер, крупные миллионники, Краснодар, там цены не будут падать. Да, будут акции какие-то, но цены не будут снижаться. Со вторичкой другое дело. Поэтому, например, отвечая на ваш вопрос, один из очевидных выходов, если вы не работали с первичкой, начинайте работать, потому что она будет жить по-любому государству никак не выгодно. Поддержит этот кластер в любом случае, да. То есть либо субсидиями, либо какими-то ставками, либо финансированием. Выкупать будут застройщиков, банки будут обязывать выкупать и так далее, и так далее. Будет очень много вещей для поддержки этой отрасли. Еще раз говорю, есть ряд причин, не хочу сейчас перечислять, почему это произойдет. Это будет происходить даже в самом плохом стечении обстоятельств. У нас есть две основы. Это строительство и сельское хозяйство, которые являются государственными важными. Поэтому в этом аспекте не будет. А вот про вторичку сказать не могу, особенно в депрессивных регионах. Что там будет, как она будет снижаться. Но, как сказал в свое время Кирилл Кашин, для риелтора неважно, падает цена или растет. Для него важно давать свою услугу, чтобы она была профессиональной. Поэтому, по большому счету, профессиональному риелтору бояться не о чем. А вот чтобы быть профессиональным, это уже отдельный вопрос. Что нужно делать? Кризис, время сильных, время возможностей. Для тех людей, кто может подстроить эту ситуацию. Тот агент, который в рамках агентства сможет перестроить свой бизнес под новую модель, он на этом заработает. Да, на самом деле, просто моложе меня. Первый свой кризис я пережил в бизнесе в 98-м году. Поэтому 24 года я знаю, что такое кризисы. И, кстати, в том кризисе я очень хорошо заработал. Безусловно, кризис для многих, не для всех, это время возможностей. И история про... Ну, только эти возможности надо найти. Вот в чем проблема. Потому что, когда у тебя отлаженные технологии, все работает давно, то и ты не знаешь, не являешься таким апологетом некого стартаповского движения, то ты не знаешь, как быстро перестраиваться. И тебя может кризис погубить, потому что ты не сможешь быстро пересесть на другие рельсы. И это как бы, да, удар. Поэтому как здесь действовать, не знаю. Единых рецептов нет. Наверное, нужно как минимум резать очень быстро косты. Если у тебя все стагнирует и падает. Очень быстро искать какие-то новые ниши, причем запускать их уже на каких-то инвестиционных фундаментах, а не перекладывать убытки из одного места в другое. Поэтому здесь вот такой момент очень тяжелый. Либо идти под что-то большое. То есть, если у тебя нет своих ресурсов, не знаю, коллаборируйся, бери франшизу, что-то еще делай. Да, понятно, что, казалось бы, брать франшизу или что-то еще. Сейчас момент кризиса вкладывать деньги. Но я другого выхода не вижу, потому что это такая история про фундамент, за который можно ухватиться. Но, опять же, надо очень внимательно выбирать, а что именно тебе сейчас поможет. Я являюсь таким ярым убежденным сторонником того, что риелторство, если мы говорим про агентство недвижимости, это HR бизнес. Поэтому функции, связанные с менеджментом, HR, они очень близки. С управлением, ну, мы знаем, да, слова того же самого Ильдара Бориса Хузаинова, у которого книга называется «Сила управления». Он на всех своих мероприятиях, когда хочет подзадорить руководителей, говорит, что самое главное там в агентстве недвижимости. Кто-то говорит, там, IT-платформа, кто-то там, не знаю, менеджмент, маркетинг. Леды, да, маркетинг. Он говорит, управление, да. Поэтому вот там, где есть технология управления, это номер один. Второе, это, конечно, цифровизация, и тут ты никуда не денешься. Цифровизация позволяет экономить, делать быстрее, наверное, даже важнее, чем экономить, делать быстрее. Нужно четко понимать, какие именно вещи ты у себя можешь сделать быстрее, если тебе это нужно. Но самое первое, это, конечно, умение управлять людьми, умение выстроить вот эти процессы взаимодействия с людьми. То есть, HR, это одна из таких самых мощных составляющих? Не одна из составляющих. Я сказал в самом начале, агентство недвижимости – это HR бизнес. Вот я к этой идее шел, наверное, 8 лет, и однажды, по-моему, даже вот в начале этого года, я дважды услышал это определение от двух людей. И вдруг я понял, да, это не бизнес про недвижимость. Агентство недвижимости, за исключением новостроек, вот здесь важно, да, вот за исключением новостроек, потому что новостройки сильно меняют всю историю. Если мы не берем новостройки, берем классический агентство недвижимости, то это просто HR бизнес. Если у тебя есть технологии найма, обучения, адаптации, роста, развития агентов недвижимости, а самое главное – руководители малых групп, то есть там, где руководители могут воспитывать уже своих подчиненных, таких командиров отделений, то у тебя все будет в порядке. Даже если у тебя IT-платформа, не знаю, в Excel, там будет хромать, все будет долго, но ты людей можешь держать другими какими-то вещами. Если у тебя этого нет, то какие-нибудь IT-платформы не были, у тебя ничего не получится. А вот с новостройками другая история, поскольку здесь на первый план выходит взаимодействие со стройщиком, взаимодействие с структурой, которая по определению консервативна и требует определенных стандартов, то здесь цифровизация начинает уже немножко обгонять, потому что нет стандартов, ты не сможешь взаимодействовать. Просто тебя не допустят к телу, к ресурсам, к складу, к квартир. Ну да, даже если допустят, если ты нарушил регламент, то у тебя нет этих технологий, ты можешь… Да, то вообще вылетишь. Поэтому вот эти вещи, здесь важно понимать. Получается, с одной стороны, я сказал, отвечая на предыдущий вопрос, нужно заниматься новостройками, то есть нагрузка на агентство, конечно, большая. То есть ты должен сейчас в моменте HR тянуть, IT тянуть, потому что тебе нужны новостройки и с новостройками договариваться. И сейчас, кстати, очень классное время по новостройкам, потому что, ну, что греха таить, даже в очень активных регионах по новостройкам все встало. Да, оно в моменте, оно сейчас оживет, крупные застройщики переживут, мелкие туда ему дорога, как бы, значит, плохо. Это не их бизнес, но они сейчас разворачиваются в сторону агентов, давайте у них клиентов, проценты растут. Поэтому сейчас вот здесь можно заработать. Здесь соглашусь, тенденция по регионам, так как мы в многих городах присутствуем, в том же Краснодаре сейчас комиссионные награждения до 7% увеличат, то есть застройщики пошли. До 10 на самом деле, но там, где платят 10, я бы уже задавался вопросом, а достойно ли этот жилой комплекс, хватит ли у них маржинальности. Согласен, то есть если когда слишком... Это уже ненормально, потому что это на грани маржинальности у самого застройщика. Либо у него цены прикол как завышенный, но тогда это ты не продашь каким-то просто совсем чокнутым людям. Это вопрос видности покупки, что будет с ней в дальнейшем. Про жилье. Что будет с рынком в ближайшие несколько месяцев? Не будем загадывать сейчас на 23-24 год, в ближайшие несколько месяцев с учетом изменения этой динамики постоянной. Наверное, как цены, как застройщики на это реагируют? Ну смотрите, это очень провокационный вопрос, потому что с одной стороны, если поддаваться общему ажиотажу, настроению и даже тому, о чем сказал вчера в личной беседе ваш руководитель, то, наверное, цены должны падать. Я более чем уверен, что цены будут падать на плохую вторичку. Вот все то, что долгое время, на мой взгляд, было переоценено, это все плохие продукты, старый фонд, хрущевки, все прочее. И вот это должно падать, причем колоссально, потому что от этого надо избавляться. Ну и их плавно выдавят к новостройке. Смотрите, не во всех регионах есть новостройки, а нас, скорее всего, будет смотреть, надеюсь, вся страна, поэтому в многих регионах нечем выдавливать. Это как первое. Дело не в том, что выдавят, дело в том, что люди, которые захотят уехать или захотят, не захотят, а будут вынуждены уехать, потому что не будет работы, или будут вынуждены уехать, потому что, ну потому что, учитывая ситуацию очень непростую в нашей стране, они будут вынуждены давать существенные скидки, в том числе, для того, чтобы компенсировать ту разницу в процентах, которая идет по ипотеке, когда есть альтернатива новостройок. Там, где есть новостроечные объекты, там вообще-то очевидно, я должен дать скидку, чтобы человек, как бы, не купил новостройку, которая сдается там через полгода, да еще и с ремонтом, а у меня тут бабушкин вариант, поэтому вторичка, скорее всего, будет падать, новая вторичка будет вести себя по-разному, в зависимости от продуктов, в зависимости от региона, а вот что касается новостройок, здесь самое интересное, дело в том, что мы проехали только что по 10 регионам, и каждый регион, 10 регионам, находящимся в восточной части России, до этого мы были везде в европейской части, и каждый регион сильно отличаются друг от друга, например, в Красноярске нет федеральных застройщиков, и маленький нюанс, который, может быть, что они слушают блогеров красноярских, но они не общаются с аналитиками, такой маленький нюанс, с начала года, точнее, с начала февраля, почти не получено новых разрешений на строительство, что это означает, есть в футболе такой термин, искусственный офсайт, это значит, через полгода, весной 23 года, начнется дефицит новостроя, то есть, как минимум, даже при падении спроса, который вызовет экономическая ситуация, они удержат спрос на уровне предложения, конечно, он будет сжиматься, поэтому в Красноярске будет свое, что касается Москвы, где очень много новостроек, здесь сложно говорить, опять же, наверное, надо разбивать на локации, есть районы, где очень много однотипных новостроек, там, скорее всего, будут акции, снижаться цены не будут, объясню, есть конкуренция, возможности локации, спрос на него, и количество точек застроек, зависит от застройщика еще, есть три основные причины, почему застройщик не может опустить цену, самое главное, наверное, несмотря ни на что, это то, что если он один раз опустит цену, больше он никогда не привлечет к себе инвесторов, ни крупных, ни мелких, они ему больше не поверят никогда в жизни, поэтому это выстрелит себе в ногу, а может быть, даже в сердце, вот, поэтому они будут всячески защиряться, выкупать проценты у банка, снижать ставки, какие-то, не знаю, продавать каким-то оптимым покупателям на миллион дешевле, чтобы те потом уже как бы на вторичке продали на миллион дешевле, но только не от нашего имени, да, вот, будут всевозможные схемы, но официальных цен от застройщика не будет, поэтому я всегда говорю покупателям, если вы хотите купить дешевле, не идите напрямую к застройщику, идите к риэлтору, который работает, в том числе, с эндмаркетом, который найдет те возможности, те акции, которые не публичные, а только для профессионала доступные, а сейчас это стало супер очевидно, вот, и третья причина, точнее вторая причина, почему не будет опускаться, потому что государство не даст, и третья, в частности банки, потому что есть финансовое планирование, мало того, у застройщиков на самом деле были жирные годы, они заработали нормально денег, и многие застройщики в конце концов скажут, мы не будем опускать цены, мы просто будем строить, достроим, и потом по этим же ценам будем продавать готовое жилье с ремонтом, будет значит с ремонтом, они это сделают, вот, и третья причина, наверное, потому что для государства отрасль важна, потому что это все-таки так называемое домохозяйство. Я все про вас знаю. Сколько вы платите ЖКХ, какой мобильной связью вы пользуетесь, какие каналы вы смотрите, какой YouTube вы смотрите, какие соцсети и прочее, прочее. Поэтому домохозяйство и все, что связано рядом с ними, оно будет контролироваться государством, а значит строительная отрасль и недвижимость для государства ключевая. Особенно для нашего государства, где есть вопросы к некоторым моментам. К некоторым моментам. Поэтому вот так. Я понял. В принципе, у меня все по вопросам. Спасибо большое. Антон, спасибо. Хороший вопрос за поддержку, беседу. Пользуйтесь инмаркет.